Все-таки лето это время окрошки. Зимой тоже охота окрошки, но летом все ароматные травы можно купить на рынке или сорвать с огорода. Вкусные хрустящие овощи, в общем, будем делать окрошку, самую вкусную. В самом начале нужно отварить картошку и сделать из нее пюре с ложкой растительного масла и черным перцем. Я взял кусочек мяса, говядина. Очень часто для окрошки используют мясо вареное. Зачем его варить? Можно все делать гораздо быстрее. Всего лишь нужно нарезать его тонкими пластинками. Теперь включаю плиту. У нас тут стоит замок. Удерживаем. Замочек создан для того, чтобы дети и кошки тут никуда не наступали, ничего не включали. Так, сразу устанавливаю бустер, вливаю немножко масла и как только разогрелась сковорода, сразу же отправляем мясо. Соль, перец по вкусу. Тонко нарезанное мясо обжаривается моментально, поэтому не нужно тратить время для того, чтобы его варить там полчаса. Буквально одна минута, выключаем сковороду и переходим к вареным яйцам. Без них окрошка не получается. Вилкой разминаю отваренные вкрутую яйца. Вилкой получается гораздо быстрее. Я нарезал кубиком редис, и малосольный огурец. С малосольным огурцом окрошка получается вкуснее. Теперь мне остается порезать зелень. Я взял лук, укроп и кинзу. Вы можете использовать любую зелень на свое усмотрение. Теперь нужно сделать заправку. Понятно, что основой будет квас. На пол-литра кваса добавляем буквально 2 столовые ложки красного винного уксуса, потому что квасу не хватает кислоты. Капля соевого соуса, буквально 1 столовая ложка, и обязательно русская острая горчица. Здесь это все по вкусу. Не забываем про соль. Теперь пробуем, получилось великолепно. Я выкладываю картофельное пюре вниз. По объему смотрите сами, кто как любит. Теперь добавляю сюда овощи, малосольный огурец и редис. В окрошке должно быть много овощей. Теперь добавляю размятое яйцо. Обязательно говядину. Теперь вливаю квас с горчицей и заправкой. Осталось только посыпать зеленью. Вкусную окрошку можно приготовить буквально за несколько минут. Медея, почувствуй себя дома.